Ну что ж, начинаем. Итак, сегодня мы с вами поговорим про героиню, которая, наверное, задала темп литературе, русской литературе 19 века, потому что, как у нас есть определенные женские персонажи во Франции, да, все как бы понимают, что женский персонаж во Франции, это, наверное, близко к Бальзаку. Бальзак задал такой темп женским персонажам во Франции. В каждой стране, возможно, можно найти такой персонаж, но вот в нашей стране, в русской стране, это Татьяна, конечно, Ларина, которая была создана Александром Сергеевичем Пушкиным, и если мы с вами говорим про историю, собственно говоря, появления этой героини, то мы должны пробежаться по основным аспектам, на которых я сделал бы основной акцент. Паша, а можешь свет погасить так, чтобы у нас остался только задний, а передний у нас ушел? Там надо пощелкать выключателями? Ага, вот так, да. Можешь еще попробовать один погасить? Еще вариант? Вот так, вот так давайте оставим. Вот. Поэтому приступаем. Ну, начнем мы с самого начала. Сегодня у нас с вами будет появляться иногда необычная орфография. Ну, вот вы видели на первом слайде, у нас уже весьма непривычно на читание и так. Именно так и написано у Пушкина в редакции 1837 года. Вообще, знаете, когда читаешь книгу в дореволюционной орфографии, то как-то она более интересно, что ли, более сочно, более вкусно воспринимается. Многие переживают, что там огромное количество каких-то неизвестных букв, знаков. На самом деле, они фактически не мешают прочтению, но книга выглядит немножко другой. Потому что все-таки, когда мы читаем книгу уже в адаптированном варианте, варианте 20 века, ну, все равно так или иначе происходит определенный перевод. Мы читаем уже такого, некого адаптированного Пушкина. Поэтому я рекомендую, если есть возможность, находить вот эти вот дореволюционные издания. В частности, в интернете есть хороший портал, так называется, Викичтение, Викитека, в котором они, если у них есть возможность, публикуют дореволюционные издания. Вот там можно в электронном виде читать. Ну, а также, конечно, можно где-то находить старые варианты именно книг и попробовать по ним читать. Хотя их, конечно, все меньше и меньше. И вот здесь мы видим, у нас появляется вот этот значок ER. Ну, в общем-то, там с вами не сильно мешает, но периодически вы будете видеть, что орфография это не ошибка, это не я в потоке делал какие-то орфографические ошибки. А так написано у Пушкина. Во всяком случае, в третьей редакции Евгения Онегина, в третьей полной редакции 1837 года, года, собственно говоря, гибели Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому такое тоже памятное издание. Ведь в этом издании, как мы уже с вами говорили на одной из лекций про Евгения Онегина, Пушкин предсказал свой собственный дуэль. Когда он описывает дуэль Онегина-Ленского, фактически воспроизводится дуэль Дантеса и Пушкина. Хотя, с другой стороны, правила дуэли были везде одинаковы, поэтому здесь, в общем-то, ничего, может быть, такого удивительно фантастического нет, за исключением даты. Мы с вами знаем, что дуэль Онегина-Ленского приурочена к февралю, и, собственно говоря, дуэль Дантеса и Пушкина тоже приурочена к февралю. Вот так вот предугадать смерть и месяц своей собственной дуэли, это достаточно, наверное, визионерское некое представление, с которым мы столкнемся. Начнем с самого имени, имя Татьяна. Как вы думаете, как давно оно появилось? Ваше предположение? До нашей эры, нашей эре. До нашей эры, действительно, она появилась на самом деле до нашей эры, и если мы с вами говорим про появление имени Татьяны, то я бы здесь хотел процитировать, собственно, Александра Сергеевича. Он, рыца, не имел охоты в хронологической пыли, в бытописании Земли. Но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. И вот такой анекдот, анекдот не в смысле как смешная история, как некий исторический случай, я бы хотел немножко рассказать ими про имя Татьяны. Дело в том, что доподлинно известно, что в Древнем Риме, в принципе, в Древнеримской культуре, с именами было все достаточно сложно, потому что мужских имен было около 20, даже чуть меньше. И вот, например, даже Гай Юлий Цезарь. Вот скажите, пожалуйста, что из этого его имя? Юлий это родовое имя рода, то есть, условно говоря, как мы сейчас сказали бы, в какой-то степени фамилия. Хотя в слову фамилия семья обозначает, изначально фамилия появляется как некий такой патроним, то есть вариант именно связан родовой принадлежности. А его настоящее имя, два варианта осталось, Цезарь, это его прозвище. Кстати, до конца не очень понятно, что такое Цезарь, потому что в переводе там недословно непонятно, но появилось он на самом деле у него очень давно, то есть появилось еще, когда он был еще до становления императором, понятное дело, сначала консулом он стал, потом императором, а потом уже слово Цезарь стало нарицательным, правда? То есть интересно, что изначально это было просто прозвище. Ну, остается один вариант, это Гай. Гай, или, кстати говоря, если мы посмотрим XIX век и европейские источники, то в некоторых источниках его почему-то будут называть Кай. Скорее всего, это связано с тем, что G, G и C, они имели схожие начертания, поэтому в зависимости от того, на какой источник опирался автор, он мог его читать либо как Гайус, либо как Кайус. И отсюда у нас появляется вопрос, а не является ли Кай, самый знаменитый Кай в переводной литературе Андерсона, да? Какой у нас Кай? Снежная королева. Гер, не является ли Кай вариантом Гай Юлии Цезаря? Но на самом деле, скорее всего, нет, потому что все-таки Цезарь и слово Гайус, это было римское вариант, именно южный вариант, а вот Кай, например, пришло уже из древнегерманского фольклора, из севера, поэтому здесь, скорее всего, пересечения никаких нет, хотя, конечно, интересная гипотеза. Так вот, возвращаясь к Гаю Юлию Цезарю, как мы видим, звали его Гай, а, собственно говоря, Юлия это было некое родовое имя, которое было у всего родов вот этих Юлиев. И вот если в этом роду Юлиев рождался мальчик, то ему давали одно из этих 20 имен. Там их было не так много, но, в общем, давали какое-то имя. Поэтому они все более-менее похожи. Там у нас есть не только Гай Юлия Цезаря, но и много других Гаев и так далее. А вот если рождалась девочка, то с ней, в принципе, решался вопрос очень просто. Ее называли, если она рождалась в роде Юлиев, то ее называли Юлия. Абсолютно верно. И никакое другое имя не давали. Поэтому в роду Юлиев все девочки были Юлией. А, например, если это был род Амелий, то она была? Конечно. Ну, вот, собственно говоря, очень простой вариант для того, чтобы не задумываться о рождении ребенка. Но мы с вами знаем о том, что позиция женщины в Древнем Риме тоже была весьма специфической. Поэтому, в общем-то, на самом деле, такое часто могло возникнуть. Ну и, собственно говоря, сама Татьяна. Да, вот если мы с вами говорим Татьяна, она тоже произошла от родового имени, от рода Татьян. И если мы с вами посмотрим этимологию этого имени, то род Татас, например, ведет, ну, по предположениям, ведет свой отсчет от некого сабинского царя Тита Тация, который был современником самого Ромула и Рема. То есть, вы понимаете, что Ромула и Рем стал в основании, можно сказать, того, что потом будут называть Древнерименской империей. Там сначала было царство, потом республика, понятное дело. Но именно вот в тот период появляется вот этот вот род Татьяны, и все, кто рождались в роду Татьяны, назывались Татьяны. Вот, ну, в общем-то, оттуда. И отсюда появилось имя Татьяны. Есть другой вариант еще, что это связано каким-то образом с древнегреческим вариантом слова тактика, но на самом деле это не совсем верно, то есть нет доподлинного известия, поэтому этимология, конечно, мало известна, но сама история о том, что идет именно с Ромула и Рема, и именно это имя появляется у Пушкина в Евгении Онегине, хотя, с другой стороны, какие там только имена не появляются. Правда, мы там читаем, и там просто картотека имен, которые появляются, которые интересно узнавать, кто это. То это, конечно, интересно. Ну, и еще такой вот момент, который тоже связан с Татьяной изначально была, потом, когда перешел на русский, Маняна стала Татьяной. Мы с вами понимаем, что Татьяна или Татьяна еще у нас с вами появляется в истории уже тоже древнеримского государства, но это уже Третий век. С этим связаны как раз и именины, которые мы с вами недавно прошли. Какое это было число? 25 января. Кстати говоря, забегая вперед, могу сказать, что буквально через 86, ну, может быть, даже 87 лет но мы с вами эти именины будем праздновать немножко в другой день, потом чуть позже расскажу, почему. Хотя, может быть, кто-то уже догадался. А если мы с вами говорим про веселый праздник И-Мя-Нин, как написано у Пушкина, то, конечно, они приходились на 25 января, но на самом деле не совсем 25 января, немножко на другую дату, но тоже вот в январе так или иначе. Что-то происходило по-новому стилю, точно 25 января. И что такое именины? Именины – это день, когда мы честовали кого-то из святых или приравненный к лику святых, в данном случае это святая великомунительница Татьяна. Обратите внимание на прекрасного, замечательного льва. Не только у нас с вами есть мужчины известные, например, которые украшали животных, там Серафим Саровский и Медведь, например, всем известная эта икона. А Татьяна тоже всегда рисовалась со львом. Как вы думаете, почему она связана со львом? Хороший вариант. Лев устреляет мудрость. Но, опять же, мы с вами здесь говорим про икону, то есть если на иконе появляется какое-то животное, то она символом может быть только в том случае, если оно связано, например, с апостолами или с евангелистами. А здесь он явно вырос на немножко по-другому. Еще варианты? Волонтера в приюте была. Волонтера в приюте была, кормила льва. Да, хороший вариант. Татьяна, ну то есть кто-то заводил собак, кто-то заводил львов. Саша? Возможно, это тут, когда животных на христиан спускали в древний день. Абсолютно верно. Это история, которая как раз и связана с историей гонений христиан. И если мы с вами говорим про историю Татьяны, то она тоже на самом деле, на самом деле, с именем, с этим связано огромное количество связующих историй, которые как цепочка, мне кажется, раскрывают нам образ главной героини. Дело в том, что Татьяна, вот перед этим стоит страшное слово диакониса, но это не имя и даже не фамилия, не родовое имя. Дело в том, что диаконис это должность. Мы с вами знаем должность диакон. У нас с вами известно, что в церкви есть такая должность. А это диакониса. То есть женский вариант диакона. А кто такой диакон? Диакон это пастор. То есть тот, кто в церкви проводит богослужения и проводит службы. Так вот, Татьяна была как раз таким пастором в древней римской церкви, в христианской церкви. Я напомню, что это III век. То есть сосуществует христианская модель религии, сосуществует римское язычество, сосуществуют другие верования. В принципе, римляне периодически от императора и императора, конечно, было по-разному. Иногда они устраивали гонения на христиан. Но так или иначе все это сосуществовало. Существует иудаизм и так далее. И вот Татьяна проводила свои службы в церкви. Она была Диакониса. Потом приходит новый император. И по решению нового императора на христиан опять устраиваются гонения. И вот ее Диаконису Татьяну, который, кстати, происходил из очень древнего рода, из очень знатного рода. То есть ее родители были патрицы, если можно сказать. У нас помните, там были такие великие римляне, которых называли патрицы. Вот ее отец, и она сама, собственно, была христианкой. Ее приглашают, если можно так сказать, приводят в храм Аполлона. И говорят о том, что она может продолжать вести свое служение, но должна выполнить одну простую задачу. Ей необходимо, собственно говоря, поклониться, принести, ну не то чтобы жертву, а так, как бы назвать имя Аполлона и принять его как тоже как Бога. Ну, понятная история, да? Они же принимают, что у нее есть свои веры, и она должна принять, что у них есть свои веры. Татьяна отказывается. Более того, она не просто отказывается, она при этом произносит имя Христа, и в этот момент происходит следующая история. Как потом напишет святой Дмитрий Ростовский, а, кстати говоря, Дмитрий Ростовский, это тоже немалый человек в истории России, сейчас чуть позже скажу почему, он будет писать жизнеописание Татьяны. Он говорил, «Дьявол, обитающий в идоле», ну имеется в виду статуя Аполлона, «с громким криком и рыданием бежал от того места, причем все слышали вопль его и видели тень, пронесущуюся по воздуху». То есть, по сути, с помощью буквально нескольких молитв Татьяна изгнала демона из статуи Аполлона, и статуя Аполлона, более того, разрушилась, и почти разрушился храм. Ну, конечно, язычники, которые при этом присутствовали, древнеримские, они решили, что она, конечно же, некая, ну, как сказать, не волшебница, не ведьма, тогда не было такого слова, в общем, колдунью будем считать, и решили, соответственно, ее пытать, для того, чтобы каким-то образом с ней расправиться. И дальше у Дмитрия Ростовского описывается 17 видов пыток, которым подвергается Татьяна, но самое интересное, что ее ничего не берет. Что бы с ней ни делали, жгли, резали, топили и так далее, она все время выживает. Соответственно, древнеримские язычники решили, что раз она все время выживает, то у нас сверх колдунья, необходимо применить какую-то другую тактику. И они отправили ее, собственно говоря, ко льву, но лев не стал ее грызть, лег у ног и, в общем-то, урчал довольный, она его спокойно поглаживала. Все увидели, что он умеет разговаривать и с животными, еще более изумились и решили прибегать к, собственно говоря, помощи самого серьезного бога, который был. Ну, в данном случае, как вы думаете, кто? Бог войны. Кстати, бог войны не та, чтобы был сильным. Зевс. Ну, Зевс в древнегреческом варианте, да, это древний Рим, поэтому у них был, собственно говоря... Юпитер, абсолютно верно, да. У них был Юпитер. И они приводят ее в храм Зевса, храм Юпитера и оставляют ее на два дня запертое в этом храме, без еды, без воды, понимая, что Зевс с ней сейчас расправится. Возвращаются обратно. И какое же было удивление, что она оказалась жива, и с ней ничего не произошло. И более того, когда она начала молиться, опять произошло то же самое, что произошло со статуей Аполлона. Статуя Зевса тоже поломалась, и она была разрушена. Вот такая разрушительность Татьяны, которая появляется, которая изгоняет бесов. Ну и после этого поняли, что с ней ничего не сделать, и приняли конечное решение, и просто отрубили голову. А заодно отрубили голову ее отцу. И от этого, собственно говоря, и появляется история, что она становится мученицей, и 12 января у нас с тех пор признается днем памяти святой Татьяны. 12 января, обращаю внимание, не 25, потому что мы с вами говорим о том, что у нас есть юлианский и григорианский календарь. По одному у нас с вами Рождество 25 декабря, по другому 7 января. Старый Новый год, та же самая история. Мы помним, что мы всегда должны отчитывать. И вот, собственно говоря, Татьяна с тех пор связывается у нас с 12-25 январем, с днем памяти вот этой великой мученицы. Про Дмитрия Ростовского обещал рассказать. Если вы когда-нибудь ездили в сторону Ярославля, то, наверное, вы обращали внимание, что там располагается город, неподалеку подъезжая. Какой? Ростов-Великий, да, его еще называют, или просто Ростов. А на юге, если вы ехали когда-нибудь по трассе М4, решили где-нибудь заночевать по пути, наверняка вы оставались в городе... Ростов-на-Дону, да. Ну вот, если мы с вами посмотрим историю возникновения, почему и там, и там Ростов, то у нас связано как раз с Дмитрием Ростовским. Дело в том, что святой Дмитрий Ростовский был одним из священников как раз церкви, располагающейся в Ростове. Если вы будете рядом, будете в Ростове, то, выйдя из Кремля, вы будете стоять у озера, и на той стороне вы увидите монастырь. Это как раз и есть монастырь, в котором служил Дмитрий Ростовский. С ним связано огромное количество чудес, различные истории, которые связаны, в том числе, и с его монастырем. Но одна из историй связана, конечно, с его мощами. Они нетленны до сих пор, располагаются в этом монастыре. И когда основали Ростов-на-Дону, даже не сам Ростов-на-Дону, там была крепость, решили в честь кого назвать крепость. А учитывая то, что Дмитрий Ростовский имел военный опыт в своем домонашеском варианте, то решили посвятить церковь и построили крепость имени Дмитрия Ростовского. И так появилась Ростовская крепость. Со временем Ростовская крепость превратилась в город, и город назвали Ростов. Ну а так как все путались Ростов-Ростов, то решили назвать Ростов-на-Дону. Вот так у нас с вами два города, которые похожи между собой, Ростов-Великий и Ростов-на-Дону, и Нижний Новгород, и Новгород Великий, который тоже в данном случае имеет название. Поэтому Ростов Великий был, конечно, изначально, Ростов на дно появился позже, но тоже связался с нашей сегодняшней разговор. Ее сестра звалась, ну мы с вами знаем, как она звалась, правда, как она звалась? Нет, это Ольга, это что, все это, когда описывается прекрасный образ, и говорят, так кто же это, Ольга, да, а здесь ее сестра звалась Татьяна у Пушкина. Но на самом деле это было не так, это было изначально не так, и если мы с вами посмотрим черновики Пушкина, моя излюбленная тема, потому что каждый раз разговариваю с вами о какой-то новом моменте, я с удовольствием погружаюсь в эти архивы, в эти автографы, рукописи, и с удовольствием что-то опять да и выискиваю. И вот опять же, да, готовясь к разговору о Татьяне, я не пленился за мной с рукописи, и каково же было мое удивление о том, что изначально сестра Ольги звалась абсолютно не Татьяна, и у Пушкина это указывается в изначально черновиковых вариантах. Как же ее звали изначально? Ну, в этом поможет нам разговаривать эту историю. Вот эта вот картинка, я думаю, что все угадали. Это? Нас дали в один. Конечно, это фильм, заслуживший Оскар, автор, режиссер этого фильма. Бондарчук. Конечно, только какой? Соседовый. Конечно, конечно. Сергей Бондарчук. Сергей Бондарчук, фильм, заслуживший Оскар, фильм, в котором были применены потрясающие технологии монтажа, съемки, операторские варианты. Ну, во-первых, Бондарчук сам монтировал фильм, наверное, вы знаете историю, что раньше все, ну, мы знаем, кто помладше расскажу. Раньше все на бобинах было делалось, на таких вот лентах, и вручную склеивались, то есть резались ножницы и вручную склеивались кадры. Вот, это, собственно говоря, делал сам Бондарчук. Он сидел специально монтажный, у него, кажется, были ассистенты, но он сам этим занимался. И, на самом деле, если вы почитаете книгу про войну и мир, про фильм, а потом его посмотрите, то, поверьте мне, вы просто изумеетесь тому, как это снято. Книжка замечательная, называется она «Его война и мир». Это сборник воспоминаний актеров, операторов, режиссеров, кто работал с Бондарчуком о том, как он снимал свою «Войну и мир», как она получила Оскар. Потрясающая книжка «Его война и мир» называется. Сергей Бондарчук «Его война и мир». И там как раз рассказывается история и про нашего Штирлица, как он попал в этот фильм, потому что, на самом деле, долгое время Бондарчук не хотел брать. Не хотел брать, потому что он говорил, что у тебя руки не те. Понимаешь, Толстого, собственно говоря, у него пальцы короткие, а у тебя пальцы длинные. Не может быть такого. То есть для Бондарчука была важна даже эта деталь. Но, в конце концов, он сказал, хорошо, мы на тебя натянем перчатки, и ты никогда не будешь снимать при съемках перчатки. Если увидеть Андрей Балконский в фильме, никогда не снимает перчатки, потому что перчатки укорачивают ему пальцы. Вот, то есть такой момент. А уж если мы говорим про сцену Бала Наташи Ростовой, разумеется, то она, то она вообще снималась на роликовых коньках. Потому что Бондарчук хотел, чтобы это было перед напарением, полет, а в те времена не было же такого монтажного крана и так далее. Поэтому оператора он поставил на коньки. Оператор две недели пытался выучиться кататься на коньках. Проклял все, там было три оператора, один даже уволился в этот момент, потому что он понял, что он этого точно не будет делать. И вот они катались на коньках, снимали. Но самое, конечно, интересное, это съемки с вертолетов, это съемки, когда они привязывали к одному дереву на горе, к другому дереву трос, и по нему пускали летящую камеру для того, чтобы передать вот это движение марширующих отрядов. Поэтому обязательно почитайте книжку и потом пересмотрите фильм, получите несравненное впечатление именно от картины Бондарчука. Кстати говоря, картина Бондарчука максимально привязана к тексту Толстого, потому что у Бондарчука даже на съемке была специальная, как бы сказать даже правильно, толстоветка, толстоветка, женщина, которая ведала Толстым и знала его практически от и до. И она по книге, по толстовскому дореволюционному изданию сверяла то, что говорили актеры, и то, что написано Толстого. И если актеры хотя бы на слово отклонялись влево или вправо, она останавливала съемку, и они переснимали сцену. Потому что для Бондарчука крайне важно, чтобы звучал Толстой. И там Толстой звучит. Да, там он некоторые сцены монтировал, да, там некоторые ужатые варианты, но так или иначе звучит Толстой. И даже там есть интересные моменты, когда у Толстого, например, появляется слово жопа, например, в его тексте, это было абсолютно нормально Толстого. Так вот, актеры смущались, не хотели говорить эту фразу, там, в сцене охоты, дядюшка, там, вот, как бы, на что Бондарчук сказал, если у Толстого написано жопа, значит, говорим жопа. Вот, и, ну, и, в общем-то, даже такие варианты были, поэтому, конечно, интересно. Но мы с вами знаем Наташу Ростову, она стала таким символом женской героини 19 века. Интересно, что первоначально у Пушкина тоже была Наталья. И если мы с вами посмотрим черновики, то там будет ее сестра звалась Наталья. Точнее, Наташа, если быть точнее, ее сестра звалась Наташа. И дальше не было объяснения вот этого всего, которое мы с вами знаем, которое идет после Татьяны. Почему же Наташа? Ну, вот, по этому поводу Пушкин не оставляет никаких сведений. Возможно, это было связано с тем, что он подбирал какие-то варианты. К тому моменту вариант Наташи был более частым, чем Татьяна. При этом Наташа связывалась как и с дворянской семьей, так и с крестьянской семьей. И Пушкину крайне важно было найти ту героиню, которая будет олицетворять и русский дух, и вот некий дворянский вариант. Но потом он пришел к Татьяне. И об этом тоже поговорим, почему именно Татьяна и почему именно Ольга. Вот, да, сочетание этих двух персонажей, они тоже были для Пушкина важны. Но, опять же, обратимся к Александру Сергеевичу. Если мы вернемся к фразе «Ее сестра звалась Татьяна», впервые именем таким страницы нежная романа мы своевольно осветим. И что ж, оно приятно, звучно, но с ним я знаю неразлучно воспоминания старины или девичьей. Мы все должны признаться, вкус очень мало. У нас и в наших именах не говорим уж о стихах. Нам просвещение не пристало, и нам досталось от него жеманство больше ничего. На мой вопрос, как же выглядит Наталья Онегина, нейросеть выдала вот такую картинку. Вот так выглядит Наталья Онегина, если бы она появилась в тексте. Ну, не Онегина, а Ларина, разумеется, Наталья Ларина. Онегина – это история, которую я тоже рассказывал, не могу о ней не рассказать. Когда Крупская, видный соратник и близкий друг Владимира Ильича Ленина, пряталась под чужим именем в Петербурге, то она проживала в доме, в котором, в общем-то, проживал Онегин. Ну, вот, если восстанавливать реконструкцию, где он мог там жить, то в одном из домов, где жил Онегин. И она, собственно говоря, назвалась фамилией Онегина. То есть у нее ввелась фамилия Онегина, как псевдоним. Вот такая была история, потому что, конечно, Крупская тоже была очень сильно привязана к литературе и достаточно толковым критикам, как и Ленин, собственно говоря. Поэтому у нас появляется Татьяна. До этого Татьяна у нас, кстати, в литературе появляется до Пушкина. Многие считают, что Пушкин первый, кто ввел. И вот он здесь говорит, да, что впервые именем таким страницы нежного романа мы своевольно осветим. Но это не так. Это не так. Дело в том, что параллельно в это же время Татьяна появляется в другом тексте. Если вы вспомните, какой текст пишется или создается в 1824 году, параллельно с Пушкиным, то вы даже, наверное, удивитесь. Потому что, на самом деле, с этим автором будет связана дальнейшая история. Но мы к нему еще вернемся. Мы к нему еще вернемся. Сколько же ей лет нашей Татьяне? Потому что с этого тоже вопрос, который возникает. Если мы обратим с вами внимание на тексты, то у нас получится очень странная картина. Кому не скучно лицемерить, различно повторяясь одно. Стараться важно в том уверить, в чем все уверены давно. Все те же слышат возрождение, уничтожать предрассуждения, которых не было и нет. У девочки в 13 лет. Кого не томят угрозы, записки на шести листах, обманы, сплетни, кольца, слезы, надзоры теток, матерей и дружбы тяжкой мужей. Встречаются у нас в тексте, перед тем, как идут размышления Онегина. Обратите внимание, у девочки в 13 лет, казалось бы, странная фраза, но опять же здесь посмотрим. И полнотаня, в эти лета мы не слыхали про любовь, а то бы согналась со света меня покойница свекровь. Да как же ты венчалась, няня? Так видно, Бог велел. Мой Ваня, моложе был у меня мой свет, а было мне 13 лет. Если мы говорим в эти лета, то есть какие лета, она же с ней разговаривает в текущий момент, то опять же, почему 13 лет? И на самом деле среди следователей ходит мнение, одно из мнений, что Татьяне на момент знакомства с Евгением Меганом было 13 лет. И там дальше есть история про то, как она в куклы не играла. Помните, там все дети бегают гурьбой, и так далее. Она в куклы не играет, сидела у окна, читала французский роман, реченсоны и так далее, и так далее. Так вот, возникает вопрос, могло ли действительно главной героиней быть 13 лет? Ну, мы знаем о том, что ранние браки было не редкость. В крестьянской среде такая практика была точно, вот мы видим из текста. Причем он вообще моложе был даже до 13 лет, ее, собственно говоря, Ваня там был. А в дворянской семье была ли такая история? Тоже была. Были моменты, когда венчались тоже в 13-14 лет. Но на самом деле, вот если мы обратим внимание еще на кусочки текста, и опять же, мы говорим, что Евгений Мегин как пазл составляется различных элементов, то мы вспомним о том, что на самом деле, я прежде сам его любил, но надоел он мне безмерно. Позвольте мне, читатель мой, заняться старшую сестрой. А кто же старшая? Татьяна или Ольга? Татьяна старшая, конечно. То есть, получается, что Ольга еще младше, но как же тогда к ней мог сладиться Ленский? Сколько же ей было? Не 11 лет, да? 11 лет это уже браки невозможно были, 13-14 еще возможно было. Поэтому, конечно, здесь, скорее всего, вот эта вот отсылка к 13 годам не имеет отношения к реальному возрасту Татьяны. А какой же реальный возраст Татьяны, спросите мы. А для этого нам нужно погрузиться в контекст. То есть, мы должны поговорить не только про текст, а про то, что окружает. Из каких элементов, кроме черновиков, мы еще можем узнать суждение мысли автора? Отзывы друзей, например, да? Все правильно мыслите. В разговорах с друзьями. А какие разговоры с друзьями нам остались от Пушкина? Переписка. Есть замечательная книга, два тома, рекомендую почитать. Опять же, она не отсунзурирована. То есть, там прям, как должно быть. И у вас сразу появляется живой Пушкин со всеми его оборотами и мыслями. Вот, 20-х и 30-х годов. Но так или иначе. Так вот, там встречается письмо, где Пушкин пишет своему одному из ближайших друзей, Петру Вяземскому. Брат увез Онегина в Петербург, и там его напечатает. Не сердись, милый, чувствую, что в тебе веряю вернейшего попечителя, но в нынешние обстоятельства всякий другой мой издатель невольно прилечет на себя внимание и неудовольствие. Дивлюсь, как письмо Тани очутилось у тебя. Нота Бенна. Истолкую это мне. Отвечаю на твою критику. Нелюдим не есть мизантроп. То есть, ненавидящий людей, а убегающий от людей. Онегин нелюдим для деревенских соседей. Таня полагает причины тому то, что в глуши в деревне все ему скучно, и что блеск один может привлечь его. Если, впрочем, смысл и не совсем точен, то тем более истины в письме. Письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной, пишет Пушкин в Вяземску. Мы понимаем, что письмо здесь, конечно, идет разговор о письме Татьяны. И у нас с вами все встает на свои места, конечно, 17. Есть бы предположение еще исследовать о том, что Татьяне было 20 лет по поводу того, что она появляется на свадьбе на ярмарке невест, где она, собственно говоря, потом и встречает мужа. Но так или иначе, скорее всего, будем опираться на письмо Пушкина. 17 лет, значит 17 лет. Все подходит. В целом, вполне себе такой возраст понятный. Ну и с учетом того, что Ольга была младше, значит ей было 16-15, вполне подходит в возраст выдачи. Но обратите внимание, опять же, что письмо Татьяны Конегину пишется в период нахождения Пушкина в Михайловском. Более того, это 1824 год, то есть еще до восстания декабристов. И на самом деле, если мы внимательно посмотрим историю Татьяны и Евгения, то все могло развиваться немножко по-другому. О чем я говорю? У Пушкина звучит так. Скажи, которая Татьяна? Да, та, которая грустная и молчалива, как Светлана, вошла и села у окна. Что значит Светлана? Кто это? Это Жуковский. Жуковский, Светлана, баллада Светлана, которая у нас с вами связана с Жуковским. Опять же, отсылка к той истории, которая там будет. Мы помним, что Светлана там якобы выходит или должна выйти там замуж за мертвеца, потому что ее возлюбленный стал покойником. То есть появляется уже тем немножко вот этой вот истории. Вносится немножко метель в нашу историю, потому что, опять же, именина Татьяны связана с зимним периодом. «Неужто ты влюблен в меньшую?» спрашивает Онегин. «А что? Я выбрал бы другую. Когда бы я был, как ты, поэт, в чертах у Ольги жизни нет. Точь в точку в Вандиковой Мадонне. Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Владимир сухо отвечал и после во весь путь молчал». Вот они разговаривают, пока возвращаются из знакомства. Как же на это реагирует родня? Меж тем, Онегина явление у Ларина произвело на всех большое впечатление и всех соседей развлекло. Пошла догадка за догадкой, все стали толковать украдкой, шутить, судить не без греха, Татьяне прочить жениха. Иные даже утверждали, что свадьба слажена совсем, но остановлена за тем, что модных колец не достали, а свадьбе Ленского давно у них же было решено. Ну, понятное дело, что это слухи, но так или иначе, для того, что появились такие слухи, значит, в общении Татьяны и Онегина должно было что-то появиться, но это как-то должно было заметить. Не просто так первый попавшийся молодой человек, который приезжает в имение Ларинах, прочится в мужья Татьяны. Конечно, в данном случае не так. И это практически два подряд идущих, да не практически, а две подряд идущие страфы, а кажется, что здесь что-то опущено. Опять же, возвращаемся к черновикам Пушкина, и, как ни странно, находим там вот это. В постели лежа наш Евгений глазами Байрона читал, но дань вечерних размышлений в уме Татьяне посвящал. Проснулся он дениться ранее, и мысль была все о Татьяне. Вот новое, подумал он, неужто я в нее влюблен? Ей-богу, это было бы славно, себя уж кто-то бы одолжил, посмотрим. И тот час решил, соседок навещайте справно, как можно чаще всякий день, ведь им досуг, а нам не лень. И это одна из развилок, которая у Пушкина появляется в 1924 году. Я напомню, что роман печатался по главам. И между выходом главы проходил год, а иногда проходил и несколько лет, как это было с последними главами, которые долгое время не писались, только в Болдине были окончательно завершены. И если мы с вами посмотрим, то был вариант того, что Евгений пойдет по этой стезе, пойдет по этой судьбе, и, в общем-то, женится на Татьяне Лариной. Более того, там у Пушкина есть совсем такие зачеркнутые строчки, что Кокленский Евгений решил, что дальше пропущено, там то-то-то, и что-то делал. Вот, что конкретно не указано. Но так или иначе, вот такой момент. Но Пушкин после окончания этого, на самом деле, вторая глава, после окончания второй главы история повернулась немножко в другую сторону, пришел 1825 год, Пушкин немножко по-другому стал относиться к происходящему. И если мы с вами вспомним, с чего начинается роман Евгения Онегин, и кто изначально рисовался в образе этого, собственно говоря, Евгения Онегина, то у нас с вами немножко все станет на свои места. Почему происходит? Сам Пушкин писал, что он влюблялся в свои герои в походы написания текста. И когда, например, возник вопрос по поводу Татьяны, ее замужества, он писал своему другу, он говорит, представляешь, моя Танька вышла замуж. Писал неожиданно Пушкин про свою героиню, то есть для него это было как бы тоже неожиданно, но он понимал, что по-другому и не может произойти. И вот, собственно говоря, мы заговорили о женихе Татьяны, разумеется, о этом прекрасном человеке. Кто-нибудь узнает этого героя на фото? Ну, простите, конечно, на картине. Ну, о нем уже есть шла на первой лете. Да, да. Это? Генерал. Генерал, да. Это генерал. Кто помнит, как его зовут? Сейчас мы о нем тоже немножко поговорим. Да, можете пока вспоминать. Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете? С послом испанским говорит, князь на Онегина глядит. Ага, давно что не был в свете. Постой, тебя представлю ее. Да кто ж она? Жена моя. Так ты женат? Не знал я ранее. Давно ли? Около двух лет. На ком? На Лариной, Татьяне. Ты ей знаком? Я им сосед. Кстати, с вот этой фразой, опять же, ступая в сторону, коли у нас с вами сегодня пошел разговор про анекдоты от Ромы Ла до наших дней, с этим существовал театральный анекдот. Как-то Татьяну, Татьяну, Евгения Онегина ставили на сцене, выездная какая-то была вариант, и я уже не помню, кто там из знаменитых актеров играл, но, как вы знаете, иногда актеры выходят на сцену не совсем в трезвом состоянии. И как раз была такая же история, и кто-то из таких же персонажей, который играл вот эту эпизодическую роль, вы понимаете, что он появляется в самом конце, уже прошла вся история, вот как бы все, сейчас будет практически уже все, завершение, я другому отданное буду веком уверна, фанфары, занавес, выходит человек, который говорит, генерал, он все это время ждал за сценой, разумеется, он там ждал, подогреваясь перед выходом, выходит на сцену, и, значит, говорит, ему Онегин говорит, да кто ж она, на что он говорит, не знаю, непонятно почему, у него что-то там зашло, он говорит, сестра моя, в этот момент главный герой, который играет Онегина, он понимает, что нужно как-то реагировать, и он так стоит, на него смотрит, так ты сестрат? Не знал я, и, конечно, здесь смех полнейший, вот все, как бы, на этом примеры, конечно, ну не примеры, там постановка была, конечно, провальная, потому что зал, конечно, хохотал до ужаса, вот так ты сестрат, и она вошла в театральные анекдоты, которые периодически рассказывают, так или иначе. Но кто же этот персонаж? Ну вот толпа заколебалась, по зале шепот пробежал, к хозяйке дама приближалась, за ней важный генерал. То есть мы с вами про этого персонажа знаем, что он князь, мы с вами знаем, что он генерал, и мы с вами знаем, в каком году это происходит. У нас с вами история, с чего Онегин начинается, где-то 1819 год, приблизительно так можно сказать, по временной категории, а когда Онегин возвращается уже в свет из своего заграничного путешествия, и после поездки по России, та самая глава, которую Пушкин от греха подальше решил печатать отдельно, чтобы не запретили полностью весь тираж, это, собственно говоря, вот этот персонаж, это 1824 год. 1824 год. И вот для того, чтобы понять, кто же это зашифрован, и почему в данном случае это может быть именно он, нам нужно обратить внимание еще на некоторые послания. Изначально в первых редакциях Пушкина, когда он описывает вот этого самого генерала, который появляется, у него он описан как толстый генерал, важный генерал, и описывается какие-то малоприятные факторы, Пушкин иронизирует по поводу его фигуры. Говорит, что за раны был он принят, двором он принят, то есть не за его ум, а за ранение. Ну, то есть, как бы, да, понятное дело, что здесь такая, может быть, не совсем ироничная, но более-менее пренебрежительная история. Потом он убирает эти строки, у нас с вами этого не будет. И более того, если мы с вами посмотрим на строки, которые появляются, появляются, когда они, князь, генерал, приглашает Онегина к себе домой, то они разговаривают с ним и вспоминают забавы прошлых лет, общих знакомых, и мы понимаем, что генерал-то не старый. Изначально у Пушкина был старый генерал, потом он слово старый убирает, генерал становится совсем не старый. Как вы думаете, в какого года рождения Онегин? Приблизительно. Пушкин был 1799, вот чтобы вам так оттолкнуться. Старше он Пушкина или нет? Если он будет младше, то в 1819 году он будет всего лет 17-18. А мы с вами понимаем, что, наверное, Онегин у нас вырисовывается немножко постарше. Как вы думаете, сколько ему в момент знакомств с Татьяной? Насколько он ее старше? Где-то на 10-8 лет. Мы можем предположить это, и действительно вы будете близки к этому. На самом деле у Пушкина, что Наталья Гончарова была разница, там 13 лет, правда, была. В общем-то, Онегин считается 1795 года. 1795 года, чуть постарше Пушкина. Кстати говоря, дата тоже интересная, потому что именно в 1795 году родился другой Александр Сергеевич, с которым мы сегодня опять же вернемся. Но так или иначе, 1795 год, год рождения Онегина, Татьяна родилась в 1804 году. Исходя из того, что на момент, когда 1819 год, ей там в районе 16-17, ну, 1803-1804, вот так обычно приписывают литературу Веды. И он является сверстником Онегина, то есть если 1795 год, значит он участвовал в какой войне? В Крымской 55-м году будет позже, да. 1812 года война, да, война с кем? Разумеется, с Наполеоном. Отличился в сражениях, конечно же, отличился в сражениях, получил какую-то, да, там военную, в общем-то, достаточно должность. Мы знаем, что большинство военных чинов получалось именно в результате боев 1812-1814 года. Многие молодые офицеры становились действительно полковниками, правда генералами мало кто становился, но для того, чтобы генералам, нужно быть изначально князем, конечно. Вот. И мы понимаем, что это человек, вышедший из войны, действительно из войны. А дальше вот история заставляет нас поговорить о вот этом прекрасном создании. Это Мария Николаевна Раевская, один из её портретов, да. Это, собственно говоря, а это её муж, Сергей Волконский. И здесь переписка их. Если мы говорим с вами про Раевскую, то тоже пару слов. Дело в том, что Мария Раевская изначально встречается не с Пушкиным, когда Пушкину отправляется в первую южную ссылку, в этот момент Пушкину, всего, немногому 20 лет, и он встречает Марию Раевскую, она младше его на 5 лет, он влюбляется в неё, между ними вспыхивают такие определённые отношения, которые ничем не завершаются. Но, так или иначе, Пушкин часть стихотворения всё-таки посвящает Марии Николаевне, об этом мы тоже скажем. Но отец её, Николай Раевский, именитый генерал 12-го года, очень известный человек, и, в общем-то, братья её, Александр и, по-моему, тоже Николай, если не ошибаюсь, Раевский, они тоже участвовали в войне 12-го года, хотя им было совсем немного лет, именно их поднимал в атаку генерал-полковник, нет, генерал, наверное, Александр Раевский, вот, который, собственно, за которым они шли в атаку, и именно с ним Пушкин встречается. А потом, когда Пушкин уже будет в Одессе, именно Александр Раевский, брат Марии Раевской, станет прототипами Евгения Онегина, потому что именно о нём будет написано стихотворение «Демон», в котором Пушкин будет описывать будущего Онегина, того человека, к которому не близки ни любовь, ни дружба, он ко всему относится цинично, с такой некой иронией, и изначально Евгений Онегин, если возьмём первые две главы, то это образ Александра Раевского, только такой, данный иронично, в ироничном ключе. Именно с этого рождается потом гениальный роман в стихах, а потом, в 25-м году всё начинает немножко меняться, перерабатываться. Ну и, собственно говоря, Мария Николаевна Раевская тоже в стороне стоять не могла. Разумеется, Татьяна, наша прекрасная Татьяна, очень подходит под Марию Николаевну Раевскую. Почему же она называется не Мария, а Татьяна? Потому что произведение, напомню, пишется в 1823-1924 году, и публиковать имя, в котором идёт, собственно говоря, Мария Раевская, в учёт на то, что они только недавно общались в Одессе, и до Одессы, в том числе, в Гурзуфе, это было бы как бы не очень правильно. Поэтому он меняет имя, не печатает Марию, плюс ему нужно имя Татьяны ещё по другой причине. А вот в дальнейших произведениях, какого мы с вами не возьмём, Дубровский, Метель, Капитанская дочка, у нас с вами везде будет Мария, потому что это как раз то самое имя, которое у Пушкина альцтриет, ну, наверное, может быть, если не идеал женщины, но что-то близко к этому. И Мария Николаевна Раевская в 1824 году выходит замуж за Сергея Волконского. Сергей Волконский, её старше. Многие говорят, что он старше её в два раза. Ну, вот если мы посмотрим на дату рождения Волконского, это порядка тоже 1994-1993 год, то есть почти они ровесники с Онегиным и ровесники с тем генералом, которым появляется. Далее, про Сергея Волконского известно, что это единственный генерал, который участвовал в декабрийском восстании. Все остальные были ниже рангом. Более того, он единственный князь, который участвовал в декабрийском восстании. После декабрийского восстания Николай I пригласил Сергея Волконского к себе и говорит ему как же так вы же князь вы должны же понимать что в то что вы делаете этому невозможно дать объяснение это же там переворот там до восстания против царя уголь да я все понимаю ну давайте вот мы договоримся вот вы князь если даете нечестное слово о том что больше никогда не будет часто подобных восстаниях то я вам моя моя воля будет вас помиловать на что волконский и говорит он вся проблема в том что это ваша воля миловать или не виловать но после этого николай первый разумеется конечно не стал с ним дальше общаться и отправил его на каторгу а мария волконская она в общем-то 1825 году пишет так я узнал о твоем аресте милый друг я не позволяю себя отчаиваться отчаивается какова бы ни была твоя судьба я разделю с тобой я последую за тобой в сибирь на край света если это понадобится не сомневайся в этом не минуту мой любимый серж я разделю с тобой тюрьму если по приговору ты останешься в ней сказать пожалуйста она любила его по письму кажется да на самом деле если мы посмотрим на историю этой пары она их нельзя назвать возлюбленными потому что брак был выполнен по расчету две именитой семьи они должны были породниться так или иначе они оба это прекрасно понимали жили они не ругались но и нельзя сказать что между ним была какая-то страсть но она едет за ним причем она едет за ним понимая о том что она оставляет у нее только-только в 1826 году родился ребенок ребенку всего там меньше года он до 1625 году родился ему меньше года ребенку и она понимает что она его не может с собой взять потому что он погибнет в дороге а это действительно был так потому что в иркутск например добраться это было не как сейчас на самолет сесть понятное дело до в карете так далее ребенок просто не пережил бы этой тряски там была такая тряска что например николай 1 который часто объезжал россию он объезжал различные города он всегда приказывал гнать как можно быстрее потому что когда он гнал то вот эти вот ухаба они не так не так больно отдавались по всем костям и было пару моментов когда он за этой гонки чуть не погиб любитель быстрых скоростей вот николай 1 был такой персонаж а так или иначе мария волконска отправляется за мужем сибирь оставляя ребенка ребенок к сожалению погибнет потом в сибири у них появится они родят еще одного ребенка он тоже погибнет и вот эти первые до 21 станом первенца она конечно будет помнить 1830 году через четыре года они в принципе уже с сергеем волконским будут жить ну как знакомые но не так чтобы как муж и жена и вот дальше понимая о том что ей нечем заняться в сибири начнет обустраивать быт каторжан то есть она заведет литературный салон она будет приглашать их на вечера она будет просвещать к точки зрения литературы то есть такая будет музы и все за это каторжане будут любить и декабристы не декабристы они все будут к ней относиться как ангелу-хранителю так будто и называть она будет такой ангел-хранитель сибири там был еще одна женщина декабристская турбецкая но турбецкая умрет раньше волконской они были подругами потому что-то рассорились там до конца непонятная история вот но волконская переживет вернется с мужем из сибири в 1956 году они возвращаются в город и после того как николай первым мировец антаро их помиловал они вернулись и в 1960 в 1865 1865 году умирает волконский и буквально через два года умирает мариника на волк у марина николаевская она же волконская почему она в данном случае связан с татьяной почему это генерал связан вот я сказал на это отсылки конечно то что это князь это что это генерал и 1824 год и ровесник онегина и дальше если мы с вами узнаем опять же историю что волновало пушкина в эти годы его все эти годы волновали судьба декабристов на пометках вегения онегина на рисунках мы всегда видим то виселец то еще под момент у него все мысли об этом капитанская дочка капитанская дочка казалось бы до 1836 год уже столько лет прошло с момента отсылки декабристов сибири пушкин не отпускает тема потому что капитанская дочка закончена 19 октября 1836 года ровно 10 лет с того момента как 1826 году декабристы были отправлены в сибирь а 19 октября памятная дата потому что день лицея и именно в этот момент пушкин пишет свое послесловие можно сказать эпилог в произведении тот самый где екатерина великая милует петра гринёва и прощает его несмотря на то что он явно примкнул к ряду заговорщиков то же самое просил пушкин всегда у николая первого николай 1 эту просьбу не осуществил и конечно отъезд марины николаевны волконской в сибирь для пушкина настолько влияет что у него полностью меняется вот эта картина последней главы и ее муж становится тем самым будущим декабристом будущим человеком потому что разделяет взгляды онегина мы понимаем что онегин да в данном случае сам бы на площадь не пошел но те люди которые деля его взгляды вполне могли это сделать и вот тогда он с вами вырисовывается вот эта вот картина мари николаевна и собственно говоря сергей волконский вот такая вот история декабристского движения мы знаем что одна из глав в принципе была посвящена декабристом та самая зашифрованная глава который пушкин на всякий случай сжег от греха подальше чтобы опять же полностью деньги не запретили и вот есть опять же мы с вами говоришь за трагичным до сибири история детей мари николаевна волконская будет еще два ребенка в сибири они выживут и кстати говоря один из потом из детей и издаст книжку который будет называться воспоминанием о моей матери и там как раз будут это будет та книжка которую будет читать некрасов и некрасов прочитав эту книжку напишет свою поэму который собственно с вами знаем про женщин декабрист до книги не волконска к ним не турберцкая это вот благодаря сыну марии волконской и вот еще одно стихотворение на холмах грузии на холмах грузии да вот как говорили про пушкина пушкина нет ни одного стихотворение о природе вот я сейчас там с детьми начинаем начал разбирать там фета или там бунина сегодня у нас был и мы говорили об этом и вот они говорят а как же пушкина у него что нет произведения природе дело в том что пушкин начинает писать про природу он всегда потом начинает писать про женщин досмотрите холмы грузии казалось бы начинается а потом опять про женщин на холмах грузии лежит ночная мгла Шумит арагва предо мною, мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою. Тобой, одной тобой, уныние моего ничто не мучает, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. В 1829 год, именно в 1829 году, Пушкин познакомился с Натальей Николаевной Гончаровой, он поехал в путешествие в Разрум, который потом будет описывать в своем таком дневниковом варианте. Ну, понятное дело, что это стихотворение, как вы думаете, кому посвящено? Наталья Николаевна Гончаровой считается, да? И, в общем-то, сестра, родственница Петра Андреевича Вяземского берет это стихотворение, которое только-только, буквально вышло в 1830 году, и отправляет Марии Николаевне Раевской с тем, чтобы показать, что Пушкин пишет. А Мария Николаевна пишет обратно гневное письмо Пушкину по поводу того, что вообще происходит. Потому что изначально это стихотворение звучало по-другому. Все тихо, на Кавказ идет ночная мгла, восходят звезды надо мною, мне грустно и легко, печаль моя светла. Печаль моя полна тобою, тобой одной тобой, уныние моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь, и без надежд, и без желаний. Как пламень жертвенный, чиста моя любовь и нежность детственных мечтаний. А дальше в этом тексте еще была одна строчка. Прошли за днями дни, сокрылось много лет, где вы бесценны из создания. Иные далеко, иных уж в мире нет, со мной одни воспоминания. То есть речь здесь идет о любви, не которая сейчас его мучает, а которая была давным-давно, несколько лет назад. И это стихотворение изначально имело посвящение именно Марии Николаевны Раевской. Но когда, конечно, Пушкин публикал его, поменяв строчки, в которых явно была отсылка к их историях, потому что именно на Кавказе они встретились, именно это как раз важно. Здесь Пушкин заменяет Кавказ на Грузию, хотя на самом деле, вначале это был Кавказ. Именно там встретились они с Мария Николаевской, Раевская была в гневе. Она даже в 1830 году все равно помнила про Александра Сергеевича Пушкина, который был достаточно далеко от них. Пушкину не разрешали выехать в Сибирь к Катаржанам. Но так или иначе, история этого стихотворения такова, что связана с тем, что женщина никогда не забывает те стихи, которые ей посвятили. Даже если он переписал, она все равно его узнала. История, наверное, была бы неполной, если бы не сказали о реализациях наших Татьян в истории. И перед нами вот такой прекрасный молодой человек, прекрасная женщина. Это сцены из театра, это постановка Евгения Онегин. Это как раз Евгений, кстати, играет Татьяна. Вот Евгений Онегин, вот Евгений Онегин, вот Татьяна. Как вы думаете, кто играет главного героя? Безруков. Мог бы, но это предок Безрукова. Знаете, как у Георгия Шихвартишвили есть такая история про Эрастафандорина. И вот у него там есть различные варианты Эрастафандорина, где там Эрастафандорин в прошлом веке, в нынешнем веке. И там праправнук Эрастафандорина, предпредок Эрастафандорина в 16 веке существует. Вот так далее. Нет, это не Сергей. Это не Сергей. Ну, здесь же есть подсказка, это же Николай. Дайте дам, потому что подсказку, это Николай, это 1890 год. А? Да? Да, царь, конечно, император. Это последний русский император, это Николай II. Это Николай II. Мы с вами, конечно, привыкли видеть его немножко по-другому. Правда? Чуть-чуть по-другому. Да, он здесь похож на известного человека. Но если мы говорим в данном случае про Николая II, который в 1890 году играл в Евгении Онегине, а через некоторое время он будет коронован, мы с вами знаем на Хадынском поле, с этого начнется его история несчастий, то здесь как раз он был счастлив. А это, кстати, Елизавета Федоровна, тоже Романова, родственница. Вот, они здесь играют, Евгения Онегина и Татьяна. И более того, настолько Николай II любил Евгения Онегина, что своих дочерей он назвал Ольга и, как вы думаете, кто? Татьяна. Да, Ольга и Татьяна. И, в общем-то, об этом он написал, что он назвал. Ну и, конечно, еще была Анастасия там, да, та самая Анастасия, которая будет экранизована потом в мультфильме. Мы с вами знаем эту историю, и история, конечно, царской семьи тоже трагична. Видите, как у нас все происходит от одного к другому, от одного к другому. Но Николай II как раз назвал своих детей именами Романа Александра Сергеевича Пушкина и Татьяны. Ну, кстати, нужно сказать о том, что Татьяна не первый раз была в императорской семье. Татьяна была еще во времена Михаила Федоровича Романова. То есть, Татьяна, началась история Романовых, Михаил Федорович был первым царем из рода Романовых, да. У него была сестра Татьяна, и потом, когда она умерла, он в честь нее назвал свою дочь тоже Татьяну. Она была Татьяна Федоровна. Потом Татьяна никогда не была на Руси, и Татьяна была уже в последнем поколении Романовых, потому что мы знаем, что в Екатеринбурге оборвалась их жизнь трагически. Кто же у нас еще был Татьяна? Ну, вот я обещал о том, что я расскажу историю про то, что Татьяна Пушкина может быть не самая первая Татьяна. Хотя, опять же, если мы задумываемся о том, что опубликовано в 1823 году, то произведение, которое мы сейчас с вами увидим, опубликовано и даже не опубликовано, а ходит в списках, знаешь, что такое список, да, когда вручную переписываешь. На самом деле, если мы с вами посмотрим на тираж вот этого произведения, прекрасная женщина, Евпроксия Юрьевна, или Евпроксия, наверное, Евпроксия, то это произведение Александра Сергеевича Грибоедова, оно было переписано, по-моему, в районе двух или трех тысяч списков ходило. Представьте себе, две или три тысячи раз переписать комедию «Горе от ума». Просто от того, что его никто не публикует, никто не ставит, и хотят люди хоть как-то прочитать. К Пушкину она тоже пришла в списках, то есть ее просто переписали. То есть раньше вот так распространялось, такой самый сдат был вариант, который был возможен. Так вот, Александр Сергеевич Грибоедов, Александр Сергеевич Пушкин, действительно шли очень долго одной и той же дорогой. Так, например, они вместе в 1819 году поступили в Министерство иностранных дел, коллеги иностранных дел. Вместе они соревновались в определенных образах тогдашней моды. Так известно, что тогда было очень модно отращивать мизинец. Вот считалось вот очень модным, что у тебя мизинец такой огромный. Вот Пушкин отращивал мизинец, и Грибоедов отращивал мизинец. И все спорили по поводу того, чей мизинец все-таки длиннее. Вот кто больший как бы франт? Александр Сергеевич Грибоедов, Александр Сергеевич Пушкин. Более того, они были практически одного года, потому что Пул Грибоедов, когда поступал в коллегию иностранных дел, он себе прибавил два года, потому что понимал, что если он будет на два года младше, то к нему будут относиться как к молодому человеку. Он хотел все-таки быть постарше. Поскольку его бумаги сгорели в Москве, а там кто знает, в каком году он родился, он приписал себе 1795 год рождения. А на самом деле был, предполагая, что в 1997-1998. Ну, так или иначе. Кстати говоря, тогда получается, что в войне с Наполеоном он участвовал, когда ему было 14-15 лет. Героический подвиг. Но, кстати, был неплохим разведчиком. В 2014 году он работал на территории Польши, как мы сейчас сказали бы, где стояли французские войска. Поскольку он безупречно знал польский язык, он сходил за своего и ходил, узнавал, где располагаются какие части, договорился с крестьянами о том, чтобы они поставляли сено. Чаще всего представлялся в том числе и французскими войсками. То есть ему давали сено для французских войск, а он увозил к русским войскам. Ну, потому что, как бы, те, кто населяли тогдашнюю территорию, они тоже не всегда были, не всегда было понятно, за кого именно они тут выступают. Поэтому нужно было, в любом случае, нужно было провизию доставать. И это делал Александр Сергеевич Грибоедов. Так вот, про мизинец. И вот они отращивали себе этот мизинец до тех пор, пока на одной из дуэлей Александру Сергеевичу Грибоедову этот палец просто не отстрелили. Такая вот нелепая история о том, что они стрелялись, ему отстрелили палец. Тот самый мизинец, на котором был огромный-огромный ноготь. Вот. Ну, Грибоедов что делать? Он себе заказал из каменной кости, заказал себе накладной палец и напалечник такой. Ну, и все стали говорить, какой у него модный теперь напалечник и палец из слоновой кости. Пушкин посмотрел, посмотрел на мизинец, понял, что отстреливать себе мизинец уже перебор, и бросил с ним соревноваться, и на этом, судя по-годому, соревнование закончилось. Но так или иначе, к Татьяне они вернулись. Только у Александра Сергеевича, Татьяна Юрьевна, Молчалин, Да это полно, Талис, Татьяна Юрьевна, известная при том, чиновные и должностные, все ей друзья и все родные. К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам, Чацкий, наш тоже. Молчалин, так частенько там мы покровительство находим, где не метим, Чацкий. Я езжу к женщинам, да только не за этим. Вот это Евпроксия Юрьевна, про образ той самой Татьяны Юрьевны, которая описывает Грибоедов, и возникает вопрос, если она была Евпроксия, почему он написал Татьяна? Это вот вопрос, на который пока нет ответа у исследователей, и почему он использует. Может быть, он прочитал в 1823 году, а первая глава была опубликована изначально, может, прочитал какие-то черновые варианты Пушкина и решил с ним поиграться. У тебя будет Татьяна главная героиня, а у меня будет другая. Но нужно понимать, что в первой главе у нас с вами Татьяна не появляется, она появляется во второй главе, в 1824 году. Возможно, каким-то образом, как до Вяземского, до него дошлось, там будет главная героиня Татьяна, тоже решил его включить. Это, на самом деле, тоже интересный вопрос, кто был первым, да, вот кто из тех вариантов. Ну, а следующий я бы хотел, чтобы вы угадали. Татьяна, состоявшая, как мы сказали, высшей в должности прачки, впрочем, ей, как искусственной ученой прачки, поручалось одно тонкое белье, была женщина лет 28, маленькая, худая, белокурая, с родненьками на левой щеке. Откуда это? Родненьки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой, предвещанием несчастной жизни. Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодостью держали в черном теле, работала она за двоих, ласки никакой никогда не видала, одевали ее плохо, жалобня она получала самая маленькая, родненьки все равно, что не было. Муму, конечно, Тургенев, видите, узнаете стиль, это Тургенев, конечно. Ну и, собственно говоря, самый забавный вариант, думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с кем не говорила, трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Вот ключевая строчка, даже здесь Тургенев немножко задает иронию для этого варианта. Это действительно Муму, это самая Татьяна-прачка, в которую влюблен бедный наш дворник Герасим. Кстати говоря, он все ждет, ждет, чтобы к ней свататься. А чего он ждет? Вот если мы посмотрим с вами текст, там же текст надо вот просто, Тургенев нужно просто брать кусочки. Если посмотрим текст, то он ждет, на самом деле, когда у него наберутся денег, чтобы купить себе новый кафтан и в нем пойти свататься, просить у барыни руки Татьяны. То есть он ждет одежду для того, чтобы пойти свататься. А капитан-пьяница ничего не ждет. Ему сказали, что нужно жениться на Татьяне-прачоке. Говорят, ну хорошо. И дальше они, собственно говоря, уже поженились. Там, конечно, еще смешная история про то, как Татьяна притворилась пьяной, а Герасим не любил пьяных. Помните там вот это все? Если смотреть под таким углом, то на самом деле Тургенев и тоже там много чего неронизирует. Но и само название Муму. Всегда возникает вопрос. То есть если там Герасим был немой, ну как бы можно назвать как-то по-другому. Там Муму, например. Почему именно Муму? Если вы когда-нибудь разговаривали с Нимумом, то Нимы на самом деле и Муму тоже не говорят. Немножко звучит по-другому. А Муму нас с вами отсылает к чему? К кому? Корове, конечно. Почему корову появилось название? Это отдельная история. Про Другенев мы тоже когда-нибудь поговорим. Там тоже есть интересные исследования. Ну и еще одна. Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровные в самом деле Гарусинка из праздничного пояса выпала. Далеко ее видно. И хоть она не шибко чужим людям ластилась, а всякие и Танюшка, да Танюшка. Самые заведущие бабешки и те любовались. Но как красота? Еще раз. Конечно, это сказ. Это сказ, да. Это Бажов, конечно, Малахитовая шкатулка. Вот. Та самая Танюшка, которая у нас с вами появляется. А дальше будут появляться другие Танюшки. У нас будет появляться и Таня в Чучехово, например, в Черном Монахе она появляется. У нас с вами Татьяна появляется уже и в 20 веке в советской литературе. И даже у Каверина появляется Татьяна. Правда, не в двух капитанах, а в другой истории. Ну и, наверное, появляется Татьяна и в фантастической литературе. Потому что, не знаю, как многие, но в 2000 году вышла серия книг, в которой обрабатывался Гарри Поттер, превратился в нашу родную Таню Гроттер, разумеется. Вот. Это Татьяна Гроттер, которая стала неким вариантом такого, да, Гарри Поттер русского варианта. Это Дмитрий Емец. Очень толковый писатель с точки зрения детской литературы. Вот серия Тани Гроттер была написана со вкусом, интересно. Другие произведения начинал читать, не очень зашли. А это прямо действительно было написано хорошо. Это не пародия на Гарри Поттера, а это именно адаптация, как мы сказали бы, как, не знаю, как у Волкова. Просто мир. Да, просто другой мир, в котором действительно есть какие-то вещи. Но тоже Татьяна. И, разумеется, Дмитрий в данном случае явно отсылает нас к истории Татьяны, которая есть. Ну и, наверное, последнее, о чем сегодня стоило поговорить, почему мы собрались именно сегодня, 26 января. Опять же, с Евгением Негину у нас с вами все строчки сегодня оттуда. До рюмок раздается звон. Это как раз про именины Татьяны. Так вот, если мы с вами вспомним историю про наш с вами день, который был вот вчера, да, он, как я и говорил, произошел не 25 января, а произошел 12 января. Что же случилось 12 января, скажите мне? Почему он празднуется теперь как день студенчества? И почему-то связана вот эта вот женщина. Открытие Московского университета. Да, 12 января 1755 года был открыт Московский университет по поручению, по просьбе Михаила Васильевича Ломоносова. Он по этому поводу очень был возрадован. Это, конечно, Елизавета Петровна, которая позволила открыть университет. И там появляется такой вот граф Шувалов, фамилия тоже вам достаточно известная, который уговорил, чтобы Московский университет был открыт именно 12 января. Вот такая история. А почему, да, почему 12 января? Все дело в том, что у него была мама, и он хотел маме, которую звали, как вы думаете, как? Конечно, сделать подарок именинам и открыть Московский университет. И вот таким образом вот эта история, идея одного достаточно сообразительного человека дала возможность появлению такого праздника в студенчестве, в принципе, я бы сказал, в русской культуре, как Татьянин день. И вот Чехов по этому поводу пишет. В этом году выпили все, кроме Москвы-реки. И то благодаря тому, что она замерзла. Пианино, рояля трещали, оркестры не умолкали. Было так весело, что один студент, добыстка чувств, выкупался в резервале, где плавают стерляди. Это описание татьяных дней, которые начали проходить год за годом, начиная с 1850 года. То есть в 1850 году, хотя это еще эпоха Николая Первого, то есть, в общем, такая цензура консервативная, но было разрешено не трогать студентов в этот год. И было объявлено о том, что 25 января становится днем разгульной жизни студентов. И с тех пор 25 января, тогда это было 12 января, нужно понимать, с тех пор эта дата сохраняется, как с года в год переходящая. На какие-то годы она уходила, потом приходила. Кстати говоря, в 70-е, 60-е годы, например, один из известных ресторанов, трактир Яр, наверняка вы слышали, в Москве такой был известный трактир. И там, собственно говоря, один из владельцев этого трактира был Оливье, тот самый, который придумал русский салат Оливье, вот, как считается. Он в этот день запрещал входить в ресторан всем, кроме студентов. Студентам наливалось, когда они приходили в ресторан, наливалось водка, наливалось пиво, было два напитка, водка и пиво, только вот это было напитка. Он другие не подавал, никаких винах не подавал. Но так иначе, и давала закуска. И вот они могли бесконечно у него столоваться, вот там во всех его заведениях. И многие другие тоже продолжили делать. Городовым строго-настрого запрещалось в этот день забирать их в отчастки. Вообще, желательно, чтобы они не попадались на глаза студентам. Вот такое разгульное 60-е, 70-е годы студенчества. Можно понимать, почему именно в эти годы Афанасий Афанасьевич Фетт, который уже был к тому времени такой состоятельный, закоренелый помещик такой, проезжая мимо московского университета, останавливался, подходил к дверям и плевал на них. Потому что вот это студенчество 60-70-х годов Фету совсем не нравилось. Он учился намного раньше, там все было, как он говорил, по-другому. Вот такая вот история. Ну, а последнее, о чем я хотел бы сказать, мы с вами собрались 26 января, и тоже не случайно. То есть дело не в том, что сегодня в пятницу, и мы обычно с вами собираемся по пятницам, а дело в том, что 26 января 2101 года, когда, возможно, туда доживут некоторые из тех, кто присутствует здесь, они вспомнят эту лекцию, скажут, так вот, 26 января мы, оказывается, собрались, и оказывается, 26 января теперь будет отмечаться Татьянин день. Почему? Потому что, как вы помните, Григорианский и Юлианский календарь, с чего я начал, имеет одну особенность. В тот момент, когда они не совпадают високосным днем, то они разбиваются. А это происходит практически раз в 100, с небольшим 150, может быть, чуть больше лет. Каждые 100 лет, кроме 2000, 2600 и любых кратер 400. Вот, то есть в 2000 году у нас с вами должно было произойти, Дмитрий не даст соврать, и в данном случае у нас это не произошло, поэтому такое у нас с вами расхождение произойдет в 2600 году, и тогда уже именина Татьяна будет приходиться уже на 26 января, поскольку у нас с вами все сдвигается, и все сдвинется. Это интересно, потому что праздновать Рождество мы тоже с вами будем праздновать 8 января, по идее, потому что оно должно расходиться, но опять же неизвестно, как все это будет, может, все оставят как есть, не станут трогать, но так или иначе, это интересный момент, до которого, может быть, мы все с вами доживем, может быть, изобретено будет что-то, что позволит жить людям по 800 лет, как считают некоторые профессоры Института генетики. Они считают, что в начале за рождение человечества люди жили по 800 лет, а потом из-за своих мелких грехов и жизненных обязанностей они живут теперь лет по 100 или чуть меньше. Будем считать, что мы когда-нибудь вернемся к этой великой технологии. Ну вот сегодня мы с вами поговорили о прекрасном, не, мы поговорили с вами об имени Татьяны, я думаю, что вам теперь в любой ситуации, в любом разговоре, где будет сидеть прекрасная Татьяна, вам есть что рассказать, и не только про сам роман, но и непосредственно про само имя, поэтому на самом деле, конечно, хорошо, что мы с вами собрались и в этот чудесный январский день, несмотря на погоду, несмотря на холод, поговорили сегодня о таком прекрасном дате. На этом я на сегодня. Заканчивайте, читайте русскую литературу, находите в ней загадки, ищите в них ответы, пытайтесь работать с теми черновиками, которые нам все больше и больше доступны, потому что я уверен, что любовь к литературе, она не связана с образованием, она связана именно с тем, что нам интересно в том мире, в котором мы находимся, а ведь литература это наш с вами культурный код, кто не знает, кто не может продолжить строчек Пушкина или Чуковского, это люди, вошедшие в наш культурный код, и мы там находим какие-то новые отголоски и так далее. Поэтому, когда мне говорят о том, что, а что будет, если вся мировая литература перестанет писать, то здесь я всегда вспоминаю Дмитрия Сергеевича Мережковского, которому как-то сказали, вы знаете, а что будет, если у вас берут все произведения, по которым вы ставите театральные, и оставят только одно, какое вы выбрали и почему. Он говорит, да я бы оставил бы Гамлета. Он говорит, почему Гамлета? Он говорит, да потому что вы каждый раз можете ставить по-разному. Гамлет не является явлением русско-классической литературы, но и Пушкин, и многие другие понимали, что Шекспир это наше всё, и работали, и Борис Годунов как раз построен по принципу шекспирской трагедии. Поэтому в следующий раз мы с вами поговорим о том, кто вошёл и кто дал нам посыл, несмотря на то, что он жил 710 лет назад, ну точнее даже больше, 710 лет назад написал свое произведение, божественную комедию, в следующий раз мы с вами поговорим о Данте Алигери. Спасибо за внимание.